Елена Мурызина покидает онкологический диспансер здоровым человеком. Девушки сделали операцию по удалению новообразования в женских органах. Новые технологии позволили не удалять их полностью, а дать возможность в будущем иметь еще детей. О своей болезни Елена узнала два года назад после рождения дочери и обратилась в Самарский онкоцентр. Теперь ей предстоит показаться врачу только через три месяца для наблюдения. Не отчаиваются. Мне помогает мой ребенок. То, что есть дочка, хочется еще детей. У меня на это направлено. То, что у нас не стоит на месте технологии, все сейчас возможно. Рассказы других людей тоже впечатляют, что серьезными заболеваниями люди и после рожают, и все хорошо пролечиваются, не отчаиваются. Заведующий отделением онкогинекологии Владимир Щукин многие часы проводит здесь, в операционной. И теперь все чаще докторам приходится делать еще более сложные операции, чтобы сохранить детородные органы женщинам, которые совсем молоды и хотят иметь детей. 10 лет назад подумали, что там 8-19 лет можно было встретить рак шейки матки. Это было под вопросом. Сейчас, конечно, уже в более молодом возрасте все это встречается. Поэтому и приходится переходить на органно-сохранные операции, чтобы сохранить пациентам репродуктивную функцию. В отделении медицинскую помощь получают не только пациентки из Самарской области, но и из соседних регионов – Оренбурга, Саратова, Ульяновска, Казахстана и Пензы. За прошлый год 100 женщин были прооперированы хирургами Самарского онкоцентра. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События.